Бывает так, что ты чувствуешь себя одинокой потому, что он задерживается на работе, а дома постоянно смотрит в экран компьютера или телефона. Решение тут простое, стараться проводить больше времени вместе, обязательно объяснив ему суть проблемы. Если же дело в угасающих чувствах, над ними надо работать. Любовь – это не набор галочек в списке, а заботиться и радовать друг друга ни один психотерапевт не заставит. Если чувствуешь одиночество, задай себе несколько вопросов и действуй, исходя из честных ответов на них. Разобраться в своих чувствах важнее всего. Вспомни, какими были ваши первые месяцы и годы совместной жизни, оцени текущую ситуацию. Лучше всего записать свои мысли и подумать, когда вы начали отдаляться. Любовь может прятаться под осуждением, грустью и страхом. Сложно любить человека, который постоянно тебя унижает и ни во что не ставит. Проанализируй свое и его поведение. Может так всегда и было, просто ты не замечала. Хорошее отношение требует времени и концентрации. А мы зачастую просто обвиняем других в том, что они недостаточно радуют нас. Успокойся и подумай, чего конкретно тебе не хватает и как это получить. Ответ, как правило, отрицательный. Фраза «никто ничего никому не должен и нельзя быть одиноким», когда в мире столько возможностей коварны, далеко не всякий опыт подходит под них. Не давай себя обмануть, человек может быть одиноким и в толпе. Обязательно. Это очень важная информация для ваших отношений. Воздержись от обвинений и подумай вместе с ним, как вы можете изменить ситуацию и вернуть эмоциональную связь, чтобы ты больше не чувствовала себя одинокой.